24 августа 2019 года после праздничной литургии в соборе всех святых в земле российской просиявших в городе домодедово митрополит крутицкий коломенские ювеналий совершил торжественное открытие памятника участнику великой отечественной войны художнику реставратору священнослужителю русской православной церкви и наместнику псково-печерского монастыря архимандриту алипию воронову а 26 сентября 2019 года накануне православного праздника воздвижения честного и животворящего креста господня в деревне торчиха городского округа домодедово на малой родине архимандрита алипия воронова был воздвигнут его честь поклонный крест иван михайлович воронов будущий архимандрит и иконописец родился в 1914 году в бедной крестьянской семье в деревне торчиха домодедовского района в 1948 году работая на пленэре в троице сергиевой лавре он был покорен красотой и своеобразием этого места сначала как художник а потом стал и насильником лавры 28 августа 1950 года иван михайлович воронов был пострижен в монашество наместником лавры архимандритом иоанном с наречением имени алипий в честь преподобного алипия иконописца печерского вскоре он был удостоен священнического сана а в 1959 году назначен наместником псково-печерского монастыря отец алипий стоял на этом ответственном посту с 1959 по 1975 год с 2019 года в городском округе домодедово проводятся муниципальные алипийские чтения которые проходят в рамках соработничества управления образования администрации городского округа домодедово и благочиния домодедовского церковного округа на торжественном открытии памятника архимандриту алипию воронову присутствовали народный артист российской федерации актер режиссер и сценарист николай петрович бурляев один из инициаторов установки памятника отцу алипию член союза писателей российской федерации вадим валерий вечерников а также автор памятника скульптор сергей сережин все они были приглашены для участия в первых муниципальных алипиевских чтениях на которых мы постарались рассказать наиболее полно о самом архимандрите алипии раскрыть как можно больше граней его личности вторые муниципальные алипиевские чтения проходили на тему русская икона формате онлайн нам удалось записать видеоинтервью с деканом иконописного факультета московской духовной академии архимандритом лукой головковым а также рассказать об удивительной взаимосвязи личности такого масштаба как архимандрита липий воронов игорь иммануилович карабарь сава васильевич емщиков и народный артист россии николай петрович бурляев которые при этом в большей или меньшей мере имеют связь с нашей домодедовской землей третьи алипиевские чтения проходили на тему будь беспечальным прежний наместник псково-печерского монастыря архимандрит тихон секретарев который еще в детстве познакомился с отцом алипием считал что когда благочестивая мать отца липия благословляла его образом при святой богородицы утолимая печали то сама божья матерь благословляла его и привела в свято-успенскую псково-печерскую обитель для украшения и сохранения от закрытия монастыря в 60-е годы двадцатого столетия удивительно что и в монашество иван михайлович воронов был пострижен 28 августа в день успения при святой богородицы при постриге ивана воронова нарекли именем алипий с одной стороны он получил имя в честь преподобного алипия иконописца печерского а с другой имя алипий переводится с греческого как беспечальный или не знающий печали некоторые из нас впервые узнали о личности архимандрита алипия со страниц книги не святые святые написанный ныне митрополитом псковским и порховским тихоном шевку новым и впервые со слов владыки тихо начитали господь не любит боязливых этот духовный закон как-то открыл мне отец рафаил а ему в свою очередь поведал о нем отец алипий в одной из проповеди он говорил мне приходилось быть очевидцем как на войне некоторые боясь голодной смерти брали с собой на спину мешки с сухарями чтобы продлить свою жизнь они сражаться с врагом и эти люди погибали со своими сухарями и не видели многих дней а те которые снимали гимнастерки и сражались с врагом оставались живы архимандрит алипий воронов бесстрашно шел сквозь тяжелейшие испытания жизни вере ему горячим сердцем великий наместник псково-печерского монастыря утверждая что господь не любит боязливых своим примером учил преодолевать страх твердо веровать промысел божий и надеяться на бога